ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вольво отзывает в России более 250 автомобилей. Речь идет об S80, V40, V60, XC60 и XC70, проданных дилерами с 2014 по 2017 годы. ВИН-коды размещены на сайте Росстандарта. Официальная причина – воздушные пробки в системе охлаждения двигателя, что может привести к перегреву силового агрегата. В рамках бесплатного ремонта специалисты должны установить дополнительный патрубок между радиатором и расширительным бачком. ТРАССА 101 Машины в России снова подорожали. С наступлением сентября ценники в сторону увеличения переписали несколько компаний. Например, Volkswagen накинул на свои модели в среднем по 30 тысяч рублей. Самая доступная Polo несколько дней назад стоила от 793 тысяч, а сейчас уже минимум 822 тысячи рублей. У Renault тоже заметный рост цен. Duster подорожал на ту же тридцатку. Новая стартовая стоимость кроссовера – 810 тысяч рублей. В качестве причины называется девальвация рубля. ДРАССА 101 Сколько вы готовы потратить на свой следующий автомобиль? С таким вопросом к российским автомобилистам обратилась компания ДРОМРУ. Самым популярным ответом оказался вариант от 1 до 2 миллионов рублей. Его выбрало четверть опрошенных. На втором месте 21% респондентов от 200 до 500 тысяч. Третью строчку, можно сказать, поделили варианты от 500 до 700 тысяч и свыше 2 миллионов рублей. ТРАССА 101 Какая-то беда с первым серийным российским электромобилем Zeta. То его начнут выпускать в феврале 2020, то в декабре, то он будет стоить минимум 450 тысяч рублей, то 550. Ну а сейчас принято решение отложить производство электрокара. Причем на неопределенный срок. Дело в том, что компания-разработчик не смогла получить у государства кредит на 100 миллионов рублей. Глядишь, так тема вообще заглохнет. Зря только душу разбередили. А вот Volkswagen начал серийный выпуск электрического кроссовера ID.4. Цена новинки пока неизвестна. Она обладает запасом хода в 500 километров. Зарядка от обычной розетки. 80% заряда можно получить за 30 минут. Изначально в продажу поступит версия с задним приводом. Позже появится полноприводный автомобиль с электромоторами на каждой оси. В скором времени немцы хотят наладить производство электрического купе-кроссовера ID.5. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова